День с толком Смотрите выпуски Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом Шокирующее видео в барнаульских соцсетях Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой Отмечают ли его барнаульцы? Маленькие, но такие амбициозные на турнир «Лед надежды» Вышли школьники и даже детсадовцы Ужасающее видео попало в социальные сети Накануне вечером в одной из барнаульских квартир Во время распития алкогольных напитков Мужчина перерезал женщине горло Я держу, держу, не бойся, все нормально К сестью рядом оказался студент АГМУ Давладбек Он оказал женщине первую медицинскую помощь И остановил кровотечение Скорая приехала через 10 минут И забрала пострадавшую в больницу Спасательная операция попала в прямой эфир Инстаграм Но теперь к другим темам С сегодняшнего дня и на неопределенный срок Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией Причиной стала угроза дальнейшего распространения коронавируса Ранее между нашими странами дважды в месяц Курсировал вагон поезда Пхеньян-Москва Пхеньян-Хабаровск С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем Туда временно закрыли свои рейсы 5 авиакомпаний Сохранил сообщение с Поднебесной только Аэрофлот При этом посадка теперь происходит лишь из одного терминала Чтобы легче было контролировать поток пассажиров Между тем вирус начал свое шествие по миру Несколько инфицированных появились и в России На сегодняшний день зафиксировано 17 тысяч заболевших Погибло больше 360 человек Почти 1300 старых законов отменили С 1 февраля перестал действовать К примеру, декрет Совета народных комиссаров О чеканке золотых червонцев Приняты, представьте, в 1922 году В перечне законов, в котором больше следовать не требуются Документы с 1917 года по 2002 Что еще нового ждет россиян и жителей края в феврале? Расскажем далее Федеральные льготники будут получать больше А именно Герои России и Советского Союза Ветераны боевых действий и Чернобыльцы Ежемесячные денежные выплаты индексируют каждый год В этом прибавят 3% Настолько же, к слову, изменится стоимость набора социальных услуг Которыми вместо выплат могут пользоваться льготники Больше выделят на путевки на лечение Лекарства и медицинские изделия Проезд на транспорте к месту лечения и обратно Торговые автоматы с февраля могут перестать выдавать бумажные чеки Причем автоматы любые От кофейных до бензозаправочных Вместо чека на экране может появиться QR-код Где будет зашифрована информация, которую всегда содержал чек Если вам нужно сохранить чек в электронном виде Можете считать его с помощью своего смартфона Владельцам грузовиков большегрузов Придется платить больше за проезд по федеральным трассам Согласно системе Платон Цена за километр для машин, чей вес превышает 12 тонн Вырастет на 16 копеек По сути, это повышение может коснуться всех Ведь расходы на транспорт закладываются в стоимость товаров и услуг Ну и новость для тех, кто любит путешествовать Вступил в силу новый шенгенский визовый кодекс А именно во всех странах, куда требуется шенгенская виза Консульский сбор станет дороже Вместо 60 евро придется заплатить 80 А срок подачи заявки на визу увеличится с трех месяцев до полугода Татьяна Голубева, День с толком Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой Если в каких-то странах его могут воспринять как нечто экзотическое То для России, где мат по сути второй язык Праздник имеет существенное значение Сегодняшний день как раз и призван очистить помыслы, душу и язык людей Кстати, как часто употребляют ненормативную лексику бурнаульцы И как относятся к мату С такими вопросами мы вышли на улицы города И вот что услышали Особенно это неприятно слушать Как-то мне кажется, люди, когда празднуются сами, они этого не замечают А вот когда слышат это со стороны, вот это вот прямо режет уши У меня вот друг Бостонни, он вообще никогда подобные слова не употребляет Потому что в любом языке они есть, не только в русском языке Есть в любом языке Мои сержники, конечно, используют этот возраст такой Когда ненормативная лексика используется больше, чем нормальная лексика Но вот так Но ты не поощряешь Нет, это же как бы некрасиво использовать, особенно даже девочкам Но это неприятное все Конечно, я против этого Хочу, чтобы такого не было Граждане у нас действительно вообще фон полностью российский Проникся ненормативной лексикой Стараемся ограничивать и граждан, соответственно, и себя в том числе Но по минимуму Скажите, а чем заменяете? У нас богатый русский язык Я преподаю иностранный язык, лучше скажу по-немецки что-нибудь Такое ругательство? Да, 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 да А у них самое большое ругательство Донна Рветтер Гроза и молния, больше ничего нет Они никаких нематерей не вспоминают Никуда никого не посылают Так что... К новостям спорта 3-1 в пользу алтайских хоккеистов Команда «Динамо Алтай» обыграла красноярских рысей И в заключительном матче гостевой серии Всего было три серии игр Первая закончилась со счетом 3-6 в пользу белоголубых Матч второго дня заставил понервничать алтайских болельщиков Победу со счетом 3-4 вырвали хозяева Но в финальной игре динамовцы все же прорвались вперед Счет 3-1 в пользу алтайской команды Следующая серия игр «Динамо Алтай» пройдет в Кургане Там 8, 9 и 11 февраля Они сразятся с юниором А следующие наши герои Маленькие, но уже амбициозные спортсмены И любители конькобежцы Школы и детских садов В эти выходные состязались в Барнауле На всероссийских соревнованиях «Лед надежды нашей» Они прошли в 30 регионах страны О чем думали пятилетние конькобежцы И как они оценивали своих соперников За настоящей борьбой наблюдала Анастасия Драган Внимание! Марш! Давай, давай, давай! Эти старты не для слабонервных родителей Их малыши от 5 до 12 лет Сегодня спортсмены И выжить себе должны полностью Счет ведут по-взрослому на миллисекунды Надо сначала помедленно Потихоньку разгоняться Разгоняться И убирать руку за спину И катиться Ты намного подмал Своего соперника? Да Он почти на старте был «Лед надежды нашей» Специальное всероссийское соревнование Для детей, которые только мечтают Бегать на коньках профессионально Или уже это делают Забеги стометровые Так что это скорее большая мотивационная акция Как, например, для Алисы Ей 5 лет И на коньки, уверяет, стала сама Стоп не упасть Я ноги правильно ставила А как правильно ставить ноги? Покажи Стоп стартануть вот так одну ногу Вот так ты молодец держала Но ты прям по прямой держаешь Я обсуждала Это правило Если это касается профессионального спорта Да, то Участник снимается Из дистанции А сейчас? За нарушение правил спорта Это, опять же, это решает судья главных Но никого не сняли Здесь малыши, считай, тренируются Бегать по своей дорожке В будущем пригодится Многие из тех, кто приходит на такие старты Идет в Федерацию конькобежного спорта И хотя занятия бесплатные Сейчас там 300 учеников Этого очень мало Говорит председатель Иван Башков Для активного развития Не хватает искусственного катка И пока получать крупных чемпионов Получается раз в 20 лет У нас прекрасная тренерско-преподавательская школа Которая воспитывает таких чемпионов Как Сергея Клевченя Как Виктор Муштаков Андрей Бурляев И мы бы их делали Гораздо, так сказать, воспитывали Гораздо быстрее Если бы у нас были нормальные условия И тяжело конкурировать С регионами там, где есть Крытый их каток Тем не менее, детей это не смущает Бегут малыши по-настоящему За победами Дух состязаний уже есть Есть и амбиции И настоящая чемпионская самоуверенность Своих соперников знаешь кого-нибудь? Да Сильные они? Немножко Анастасия Дороган, Илья Халяпин День с толком На этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза Компания Валар До встречи